Здравствуйте, туристы и милитаристы! В рамках ножевого соревнования, в рамках зарубы 4 Inches Brave 2020 Представляю вам нож, фиксированный Core от Fox Knives дизайнера Еспера Вакснеса Так как разрешены к участию в зарубе у нас ножи с клинками размером от 90 до 110 мм Вот это как раз таки самый крупный вариант, который может быть, потому что длина клинка 110 мм Сразу скажу, что у меня был выбор, мне компания Fox предложила на выбор или Skinner Это по сути такой же самый нож, только со специальным крюком шкуры снимающим Или Scandi Вот Scandi в формат 4 дюйма подходил бы лучше, скорее всего, потому что там клиночек покороче Но мне захотелось именно высокие спуски И даже, честно говоря, я не знаю и почему у нас тут все в порядке с освещением Я просто посмотрел, что нет здесь лампочки дополнительной Длина ножа 235 мм, длина клинка 110 мм, ширина клинка 32 мм, толщина по обуху 4 мм Сразу пощупал, очень прикольная насечка такая, прям абсолютно стопроцентно останавливающая Она не злая, она просто залипательная такая Обработка клинка Stonewash, вес 150 грамм Сталька здесь, бекут, нержавейка 56-58 единиц по шкале роквелла Рукоять, полипрен плюс терморезина Очень-очень приятный на ощупь материал То есть он более такой резинопластик, который больше все-таки в пластик, чем в резину Но такой невероятно, такой вот именно приятный на ощупь Такой вот, его гладить прям кайфово Монтаж рукояти здесь Рукоять наплавляется на хвостовик Ножны нейлоновые с кожаной вставкой Ну, по ножным сейчас я вам расскажу все И, значит, так как не пишет компания Fox цены на ножи на своем официальном сайте Я вам могу сказать, что на лавне этот нож стоит от 52 евро Если отправлять в Россию И там дальше зависит от региона То есть тяжело сказать, что это прям прямой ответ компании Fox Например, тем же самым дагестанцам Потому что я сомневаюсь в том, что компания Fox хочет, в принципе, что-то отвечает дагестанцам Но вот с учетом, например, цен, которые в последнее время ставят на свои новинки компании Mora Kniff Не то чтобы это прям ответ, но это действительно бюджетка Это действительно по итальянским меркам А нож сделан в Италии Это действительно такой совершенно недорогой нож Я могу сказать, что в рамках зарубы и в рамках тестов, в принципе, меня в этом же интересует несколько вещей Во-первых, я ни разу не работал со сталью Bekut Интересно, как она себя покажет То есть, исходя из цены ножа, я предположу, что эта сталь именно такого бюджетного сегмента А-ля Аус-8 или какие-то хробы молибдены ванадии Ну, предполагаю, там, или плюс-минус где-то в районе 440-й она должна плавать Именно по ощущениям Значит, второе, что мне было интересно Это, в принципе, насколько фиксированная версия отличнейшего складного ножа Будет мне по руке будет удобна Потому что на самом деле Бывает так Бывает просто офигенный фиксит Делают на его базе Исходя из коммерческих, конечно, интересов Фолдер И фолдер получается провальный Или, наоборот, отличный Бывает офигенный фолдер На его базе, используя его имя Делают фиксит И фиксит получается провальный То есть, бывает и тот, и другой нож Получаются удачными Но не всегда Далеко не всегда Самый простой пример, который буквально сразу же у нас На памяти у меня, например Это, конечно же, Адамос Почему? Потому что Адамос, бенчевский складной Это один из самых-самых наикрутейших Складных ломиков Который только можно придумать Это просто потрясающий нож Потрясающий Адамос фиксит Полная шляпа Вообще Там совершенно Ну Он просто позорит это имя То есть, вот Поэтому мне было интересно На самом деле Очень-очень Любопытно сидит Рукоять В руках Еспер Вокснис Он всегда Любит говорить Что северные мотивы Присутствуют во всех его Произведениях В частности Мне он очень нравится И по работам С другим Датчанином Йенсом Ансом Совместным В компании Джайант Маус И конечно же Вокснис Вокс или Вокснис Он Я считаю Самый востребованный Сейчас Ножевой дизайнер Неоднократно Я вам о этом говорил Почему? Потому что практически Все с ним работают Целый список Компаний Которые с ним работают И наверное Еще больше Список компаний Которые хочет С ним работать Которые хотят С ним работать Прошу прощения Для меня Этот дизайнер Датский Открыл Чойл То есть Я понял Насколько на складном Ноже Небольшом Ноже Может быть Удобен Чойл Насколько удобно С ним резать Использовать Его И вот В случае Ножей Воксниса Я никогда Не скажу Что чойл Крадет Режущую кромку Потому что Они Практически Всегда Очень Очень По уму И Собственно Говоря Нож Кор Который Был у меня На обзоре Просто Великолепнейший Нож Отличнейший Нож По другому Не скажешь Я вам сейчас Показать не смогу Потому что Он у Артема Лавренчука Поэтому Вы можете Видеть Там в инстаграме Артема Очень часто Этот нож Встречается То есть Я надеюсь Что Теме Этот нож Нравится Не просто Для фоток А именно Как им Резать Так вот Исходя Из этого Я Немножко Так Именно Ну я не переживал Конечно Но мне было Очень интересно Насколько Фиксированная Версия Знаменитого Складного Ножа Будет хороша Получилась Хороша Давайте По ножнам Ножны у нас Очень такие Лаконично Функциональные Клинок Сидит Глубоко Причем Здорово Что несмотря На функциональность Несмотря На скажем На бюджетность Явную бюджетность Посмотрите Шов Не отличается Здесь Срез Прям такой уж Элитностью Очень здорово Что поставили На плотную Плотную Кнопку Вот здесь Вот Петлю Фиксированного Вертикального Подвеса Потому что Нож можно снять И надеть На ремень Не снимая Собственно говоря Ремень То есть Это дело Не только в том Что ты там Куда-то присядешь За кустом А в первую очередь Это когда ты Где-то из леса Ненадолго Выходишь На автобусную Остановку В магазинчик Еще куда-то Еще куда-то И потом возвращаешься Не надо Для этого Никаких лишних Манипуляций То есть Здесь петля Довольно Толково сделана И Несмотря На то что Она вот таким Вот образом Посередине Кстати говоря Весь прикол В том что Ширина петли Указывает на то Что он еще И к молле Подойдет Так вот Несмотря на это Нож будет сидеть Именно фиксировано Четко Но Вполне возможно Упрется вам В ребро Если вы будете Куда-то наклоняться Именно в сторону Туда Значит получается Он у нас Исключительно Под правшу Ножны рассчитаны То есть Левша может носить Ну в любом случае Может носить Но Такие ножны Без возможности Комбинирования Они и идут Как под правшу Такая кожаная вставка С фоксовской лисичкой У нас Очень здорово Что на заклепке На заклепке Есть отверстие Для того Чтобы клинок дышал Я вот даже сейчас Не знаю Вы видите Нет Я вижу Как клинок ходит То есть Здесь все по чесноку И Сами по себе Ножны Из плотного нейлона И вот здесь Явно чувствуется Это даже Они не стали запариваться Это не особо сильная вставка Это просто кусок Гибкого пластика Взяли Согнули Вот так По форме Чтобы он Именно держал Форму ножен То есть Ножны очень лаконичные Но совершенно Не вызывают Какого-то Отторжения Дальше Дальше Как раз таки Самая рукоять Ну конечно Оформление Очень красивое Такое же Как у Фолдера И здесь Посмотрите Что он сделал Что мне Очень понравилось То есть Действительно Еспер Не просто взял Напилил Фиксит Из фолдера Он действительно Толковый Фиксит Сделал Почему Потому что Если мы Смотрим Здесь Рукоять Довольно таки Лаконичная У нас Небольшой Идет Спуск Спины Подпальцевая Выемка Я думаю Что она Меньше Пяти Миллиметров То есть Нож Скорее всего Теплый В России Значит Отверстие Для Темляка И Если Мы Берем Вот так Переворачиваем Посмотрите Насколько Здесь Под Мизинец И Безымянный Палец Сделана Рукоять Уже И получается Именно Что Когда Я Сжимаю Нож Вот таким Молоточным Хватом У меня Практически Все Выходит Идеально Здесь Идет Выемка У меня Указательный Палец Не шатается За счет Того Что Здесь Наибольшая Толщина Под Следующие Два Длинных Пальцев Здесь Идет Утолщение Под Средний Вернее Что Я Насчитал Себе Лишний Палец Вот И Когда Начинается Безымянный И уже Мизинец Здесь Идет Резкое Утоншение И Получается Что Когда Я Сжимаю Руку Сжимаю Молоточным Хватом Рукоять У меня Выходит Ребята Что Абсолютно Каждый Палец Контролирует Ровно На свою Длину Ровно Именно Так Как Нужно То Есть Явно Это Все Очень Круто Продумывалось Поэтому Я Сейчас Изо Всех Сил Сжимаю Пытаюсь Представить Как Это Будет Происходить Строгание И Мне Кажется Что Строгание Будет Происходить Замечательно Дальше Диагональный Хват Вот Он Есть Опять Сюда В эту Ложбину Два Пальца Встают Очень Удачно Выемка Защищает Указательный Палец Здесь Конечно Мне Не Помешало Для Совсем Полного Фэншуя Небольшая Насечка На Рукояти Но Зато Она Есть На Обухе Для Того Чтобы Если Я Буду Делать Прокручивающие Такие Моменты То У меня Именно Требующие Дополнительной Фиксации То У меня Она Собственно Говоря Эта Фиксация Есть И Вот Обратный Хват Конечно Здесь Немножко Меняется Роль Пальцев Но Опять Ж Здесь Меньше За счет Выемки Здесь Толще Под Длинные Пальцы Здесь Чуть Чуть Тоньше Но Широко Под Именно Указательный То есть Даже Обратный Хват У этого Ножа Очень Комфортный В этом Плане С учетом Того Что Рукоять Она Достаточно Скользкая И Рисунок Сильно Не тормозит Рисунок Просто Приятный На ощупь И Сама Такой Как будто Воском Его Натерли Пластик То есть Она Действительно Невероятно Приятная На ощупь Но Здесь Каких-то Сильных Мощных Тормозительных Моментов В виде Какой-то Насечки Не Присутствует Зато Красиво Для меня Это Очень Немаловажно Я считаю Что Рукоять Это Выполнено Красиво И Реально Здесь Хват Настолько Идут Хорошо Удобно Что Да Она И не Нужна Дальше Именно Что Скандинавские Мотивы Потому Что Спуски У нас Высокие Ну Почти От Обуха Здесь Чуть Конечно Ну Будем Считать Здесь Чуть Больше Чем Четыре Пятых Ну Посчитаем Что Здесь Четыре Пятых Здесь В этой Части От Обуха Сама По себе Форма Именно Вот Она Не Напоминает Кстати Говоря Доберман Экстрем По Форме То Здесь Именно Идет Такой Легкий Дроп Чисто Скандинавский Заход На Кончик Очень Крутой И Вы Знаете Ребят Я Понимаю Что Скорее Всего Режущая Кромка Прямая Но Мне Не Не Покидает Ощущение Некой Рекурвистости То Самую Маленькую Я Сейчас Пытаюсь Выставить Кромку По Строчке Салфетки И Все Рано Такое Вот Именно Обманочка Такая Есть Стол Двош Значок Фокс И Бекут Стил Мэйд Ин Маньяго Итали Видите Здесь Шоркнули Слегка По Клинку И FX 605 Номер Модели Есть Эта Модель Еще В дивном Зеленом Цвете С дивной Зеленой Рукоятью Ну И Конечно Что Черную Что Зеленую В Идеале Каким То Оранжевым Маячком Пометить Если Вы Действительно С Этим Ножом Ходите В лес Резюмирую Резюмировать Здесь Довольно Просто Почему Потому Что Если Вне Заруба У Нас Получается Очень Прикольный Нож Датского Происхождения Сделанный В Италии За Совершенно Нормальные Деньги То Здесь Именно Можно Позволить Себе Какие То Понты В плане Производителя В плане Дизайнера За Совершенно Умеренную Цену По сравнению С другими Итальянцами Скажем Так Но При этом Конечно Сталь Я думаю Что Я не искал Не гуглил Сталь Бекут Я думаю Что Скорее Всего Это Именно То Что Я Предположил Скорее Всего Это Какая То Бюджетная Нержавеечка Но Посмотрим Как Она Себя Поведет То Если Брать Вне Зарубы Просто Офигенный Нормальный Походный Нож Здесь Все Понятно Здесь Все Продумано Сейчас Вот Буквально В ходе Обзора Я Расковыривал Своё Ощущение Вот По Рукояти Я понял Что Рукоять Мне Очень Сильно Понравилась Единственный Момент Который Я хочу Для Себя Именно Уяснить А не Будет Ли Вот Это Тонкое Место Давить Мне На Мизинец Но Скорее Всего Не Будет Это Я Так Сейчас Перестраховываюсь Что Касаемо Именно Поведение На Зарубе Как На Зарубе Я Повторюсь Что У нас На Зарубе Не Учитывается Цена Ножа То Есть В этом Плане Можно Нож Взять Там За Стоимостью Крыло Боинга Можно Взять Совершенно Бюджетный В любом Случае Не Будет Привязки Что Типа Зато За Эти Деньги Нет Взялся Загуш Не Говори Что Не Дюж Тем Более Я Просил У Компании Fox Knives Другой Нож Для Зарубы И Ферракс Я Надеюсь Что Я Его Найду Потому Что Он Там Тоже Очень Интересно Со Всех Точек Зрения Мне На Него Посмотреть Но Когда Я Именно Описал Что Это Будет За Зарубы И так Далее Мне Товарищи Фокса Ответили Что Нет Мы Хотим У нас Есть Прикольная Модель Недорогая Мы Хотим Именно На Этом Соревновании Погонять Ее Да Почему Бы И Нет Как Говорится Давайте Погоняем В общем Пожелаем Удачи Участнику Соревнований Прикольный Ножик На Самом Деле Нож Повторюсь Снова Скажу Что В данном Случае Ножик Я Его Уже Так За Пани Брата По-приятельски Назвал Те Кто Сейчас Напишут Что Он Похож На Герберов Ский Бергрилсовский Нож И на Ганзо Сразу Скажу Нет Вы Не Правы Форма Клинка Такая Встречается Очень Часто Самый Простой Пример Тот же Самый Полярный Например От Золотооста Рукоять Здесь Совершенно Другая Рукоять Мне Здесь Больше Нравится Чем На Бергрилл Овском Ноже Кстати Хотите Хохму Тут Кто Написал Что Бергрилл Спер Свой Дизайн У Ганза Рука Лицо Занавес Спасибо За Просмотр Всего Доброго Ребят Увидимся Редактор субтитров Редактор субтитров